Ранее в сериале. Мы с вами ещё не знакомы. Новый директор этой школы. Илона Максимовна Журавская. Если бы не Илона Максимовна, меня бы уже давно закопали. На районе появилась новая крутейшая наркота – хайп. Мы можем изготавливать больше. И сколько мы будем этим заниматься? Ты должна найти парня. Его зовут Богдан. Ты должна дать ему пакет хайпа. И ты, и твои родные – просто случайные пешки. Мне нужно очень близко подобраться к одному мажору. Я не буду больше шпионить за Журавским. Ты не имеешь права использовать несовершеннолетнюю как агента под прикрытием. Помогите! Роман Журавский, вы задержаны по подозрению в покушении на убийство. Новенькая. Мы всегда видим в себе только самое лучшее. Не замечаем своей лжи. Не хотим верить в собственные дурные поступки. Мы страдаем от того, что мир вокруг нас несправедлив. Но стоит лишь встать перед зеркалами, честно, поглядеть себе в глаза, и станет страшно. От того, что мы совсем не такие, какими мы хотели быть. Шестью часами ранее. Отпускать под залог пока отказались. Обвинение слишком серьёзное. Мой сын этого не делал. Роман, почему ты молчишь? Потому что я не знаю, сделал я это или нет. Всё как в тумане. Анна-Мария приехала ко мне. Мы ссорились. Потом она упала в воду. Она дала мне наркотики, поэтому я не помню чётко, что происходило. Лучше пока вас держаться от свидетельств. Молчать. Я что-нибудь придумаю. А если я действительно её убил? Не говори глупостей. Мы докажем, что ты не виновен. Я не понял, от чего это вы обнимаетесь? Нет, мы не обнимаемся. Да, мы обнимаемся. Потому что я хочу, чтобы у нас было всё, как раньше. Что? Мы об этом не говорили. Я думал, что после вчерашнего вечера это и так понятно. Вот это так новость. А что со всеми твоими моделями, папа? Ма, а что с директором? Простите меня, Лучути. Я буду работать над тем, чтобы Роман вышел под залог. Роман. Мы с мамой наделали ошибок, и нам долго их исправлять. Но я хочу, чтобы у нас всё наладилось. Чтобы мы снова жили все вместе. Ну, тогда я точно лучше останусь тут. К такой психологической травме я не готов. Отложим этот разговор до того момента, когда мы тебя отсюда вытащим. Илона, пошли. Я думал, ты уже где-то под пальмами. Чего припёрлась? Хочу поговорить. Ну, проходи, поговорим. Чай будешь? А поесть что-нибудь имеется? Добрый день. Простите, я ищу Владислава Денисюка. Мне сказали, что он где-то тут должен лежать. Да, у нас есть такой пациент. А вы ему, простите, кто? А я его отец. Да нет, в полицию не пойду. Ну его нафиг. Та бешеная тётка поубивает всех. Меня, Бодю, Веру. Кстати, про Веру. Она приходила, когда ты был без сознания. Я видел, плакала. Вера меня не любит. Не стоит себя обманывать. Слушай, а чего к тебе никто не приходил? Я думал, у тебя кентов полрайона. Да они просто кормятся возле меня, как шакалы. Но сразу разбегаются, когда какие-нибудь траблы. Я рос в интернате. Для меня это нормально, когда каждый сам за себя. Знаешь, я жалею, что подкинул эту наркоту в тачку Журавского. Не надо было так делать. Не запаривайся. Вот увидишь, адвокат его отмажет. Они всегда всё затирают. Я тоже зря влез в эту историю с Журавским. Вообще, на её нафиг, эту наркоту. Серьёзно? Это же типа твой бизнес. Это плохие деньги. Ну, готовы к выписке? Через полчаса зайду, будем оформлять документы. Влад, к тебе папа. Ну, привет. Ты попросишь своего друга прогуляться? Или мне с ним поговорить? Ну, я смотрю, у тебя комфортные условия. Хавчик как? Нормально. Нормально. Значит, пока ты тут жируешь, как на курорте, я теряю бабло? Непорядок. Привет. 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 Я думала, ты в палате лежишь, а ты гуляешь. Рад тебя видеть. Держи. Спасибо. Мне приятно. Слушай, у нас сегодня вечером выездный банкет в частном доме. Я попросила менеджера придержать для тебя место. Ты будешь? А меня как раз выписывают сегодня. Да. Спасибо, я обязательно буду. Кстати, про место для Веры я тоже попросила. Люба, а у нас с Верой всё. Да и работа эта её, наверное, больше не интересует. А-а-а. Но место пусть будет. Я знаю, кому его предложить. Хорошо, тогда до вечера. До вечера. Что это значит? Я не буду больше работать. Надоело. Вы обещали, что много заплатите, когда подкину в ВИВАТ пакет с наркотой. Я всё сделал. Давно уже. А денег до сих пор нет. Вы меня обманули. А ты меня не обманул? Я что сказал? Я сказал подкинуть в шкафчик Журавскому пакет с наркотой. А ты подкинул крахмал. Я не дурак. Полиция не вылезает из ВИВАТа. И я тоже под подозрением. Я уже молчу про эту бешеную суку водителя Журавского. Всё, мне надоело. Я пас. Ты... Ты хотя бы понимаешь, что я могу с тобой сделать? Тебя даже никто искать не будет. Ты никому не нужен. Да мне пофиг. Сдохну, значит, сдохну. Но помогать вам, мочить других, я больше не буду. У вас свои счёты с этим Журавским, с их водителем. Вот сами разбирайтесь. Понятно? Ах ты-то ля. Влад, ты как? Помощь нужна? Да нет. Папа уже уходит. Ну, выздоравливай, сынок. Это же не твой папа, да? Кто этот тип? Начальник со старой работой. Но я уже уволился. Тогда есть тема. Хочешь сегодня подработать на банкете? Могу взять тебя в свою команду официантов. На частных вечеринках щедрые чаевые, хотя на наркоте ты, наверное, больше поднимаешь. Да? Знаешь, почему я рос в интернате? Потому что моя мама умерла от передоза. А кто мой отец, она даже не знала. Потому что жила под кайфом. Наркота – это путь в ад. И тупо обманывать себя, что когда ты только продаёшь её, ты типа чистый. И я больше не хочу так жить. Тогда ты в команде. Ареста, отчего ты бежишь? Почему такая грустная? Чем я могу помочь? Я уже столько глупостей наделала, что вряд ли ты поможешь. Это началось давно. Тогда в наш дом переехали Огниевские. Папа – директор школы, мама – учительница. И сын только. Конечно, помню. Младше тебя. Влюблён был по уши. Мы случайно встретились год назад. Сейчас он Анатолий Иванович, директор школы, где учится, Роман Журавский. А ещё он делает наркоту. Хайп. Говорит, что всё это ради его сына. И ради нас. А я дура. Развесила уши. И верю ему. И совершаю дурные и неправильные поступки. Насколько неправильные? Продаю этот хайп. А ещё я чуть не убила учителя, который нашёл наркотики в школе, чтобы прикрыть Анатолия Ивановича. Он в курсе, что это ты? Полицию заявит? Не заявит. Адвокат Журавских прикрывает меня. Но всё это неправильно. Когда люди влюблены, они слепые. Папа, я уже не влюблена. Это в прошлом. А откуда у тебя эта записка? Эта малышка тут была ночью. Спасибо, папа, за беседу. Береги себя. И делай только то, что считаешь правильным. Ничего не бойся. И потом вали уже туда, где пальмы. Может, и я когда-нибудь к тебе подтянусь погреть старые косточки. Анатолия Ивановича звонила соседка, плохо себя чувствует. Пойдём домой, я ей дам аппарат для измерения давления. Я не хочу, можно ещё побуду? Тогда я быстренько отдам и вернусь. Ты побудешь три минутки один? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Помнишь меня? Я знакомая твоего папы. А папа скоро приедет. Ну, он тебя ждёт и просил, чтобы я тебя к нему отвезла. Пойдём? Смотри. А вон моя машина. Сядешь туда, чтобы я тебя отвезла к папе. Ну, давай. Саша! Сашко! Саша! Саша! Вы не видели моего сына Сашу? Вот тут игрался с мячиком. Такой рубашечка в клетку. Он только что сел в машину какой-то женщине. Какой женщине? А я её хорошо не разглядела и видела только что волосы длинные и тёмные. Ваш сын сам за ней пошёл, вроде знает её. Они вон туда поехали. Не могу поверить. Журавского задержали. Обвиняют в убийстве Анны Марии. Что нам делать? Ждать результатов расследования. А как же наш баскетбольный турнир? Мы уже разослали все приглашения. Как мы это всё отменим? Зачем отменять? Если Журавский совершил преступление, это не причина останавливать жизнь школы. Рано или поздно что-то подобное должно было случиться. Он давно был на грани. Вы сами это прекрасно знаете. Алло, Толь. Случилась беда Саши ещё. Соседка говорит, он сел к какой-то женщине в машину. Нужно идти в полицию и писать заявление. Оксана, не волнуйся. Я найду нашего сына. Не иди в полицию. Прости, у меня неотложные дела. Мне нужны деньги. Если их не будет через час, я пойду в полицию. Ничего не понимаю. Говорит, он сам найдёт Саши и что у него неотложные дела. Какие могут быть дела, если наш сын исчез? И почему я не могу пойти в полицию? Ну, может, он догадался, кто-то крали, что забрала вашего сына и сам хочет с ней поговорить без полиции? Ну что, торт уже заказал. Будешь праздновать? Сбылась твоя мечта. Не знаю. Если бы он был виновен, то выгораживал бы себя. А он даже не пытается. Кажется, проблема родителей беспокоит его гораздо больше, чем собственные. Лысенко, что за сантименты? Я тебя не узнаю. Тело Анны, Марии и Бойко до сих пор не нашли. А рассказы о пропавшем трупе подтверждают, что она могла прийти в себя и куда-то пойти. Но может, тело действительно было мёртвым? А потом его просто кто-то забрал. Представь себе, такие истории тоже бывают. И улики Ирины Ващенко, которые ты мне показывал, тоже пока не проясняют ситуацию. Тогда как нам узнать, что действительно произошло? Лысенко, у тебя сегодня аншлаг. Подойди. Я снова на связи. Перезвоните мне, пожалуйста. Вера? Ты опять тут? Это мама Анны, Марии и Бойко. Анна, Мария, не ночевала дома. Старший лейтенант Лысенко, у нас есть определённая информация, но она ещё не проверена. Подождите, я набираю дочь, её телефон только что появился в сети. Пришло сообщение. Почему она не отвечает? Ничего не понимаю. Сбросила. Что же происходит? Зайдём лучше в мой кабинет. Там и поговорим. А ты? Останься тут. Алло. Вера, где ты? С тобой всё хорошо? Да, всё нормально. Ты дома? Богдан дома, я иду на работу. Папа, я знаю, что должна была раньше позвонить. У тебя уже почти сутки не было дома. Но со мной всё нормально. И я в полиции. Тебя задержали? Нет, нет, нет. Я... Я потом тебе всё объясню. Просто мне кажется, что я наконец разобралась в себе и в своих мыслях. И знаю, чего я хочу. Я должна закончить одно дело, а потом приду домой и всё тебе расскажу. Хорошо? Хорошо. Береги себя. Если нужна моя помощь, звони. Береги себя. Деньги на месте. Чего? Спасибо. Береги себя. идти, а то опоздаем на регистрацию. Я же все ради него, а он... Займи очередь на регистрацию. Хорошо. Доченька, не нужно думать о Денисе. Тебе нужно думать только о себе. Ты столько всего пережила. Я только что видела твою одноклассницу. Анну Марию Бойко. Странно, мне показалось, что она не хотела, чтобы я ее узнала. А ты уверена? Романа Журавского задержали по подозрению в ее убийстве. Убийстве? Ну и дела тут у вас. Не знаю, возможно, это был ее двойник. Ладно, неважно, пойдем. Мы опоздаем на регистрацию. Если бы ты знала, какие вкусные круассаны возле нашего дома в кафе. Вот так. Таких даже в Париже нет. Я же говорил, что он опоздает. Мы пропустим рейс. Набери его. Я уже сто раз набирала, он не отвечает. Мама, папа, я не могу с вами полететь. Роман в полиции, его обвиняют. Мы же банда. Я не могу его бросить. Денис, чем ты поможешь, если твоего друга арестовали? У него есть родители, они наймут адвоката. Я все равно не могу. Дэн, ты должен полететь с родителями. Ромчик все поймет. Ты же хотел в Америку. Чувак, твоя мечта осуществится. А мы приедем к тебе в гости. Ну? Ну все, беги. А то мы сейчас все расплачемся. Спасибо. Пойдем. Денис? Где моя дочь? Где Анна Мария? Не грусти. Да все нормально. Вы слышите? Ну, кошка где-то мурчит. Очень четко мурчит. И что? Ты что, забыл? Именно такой звонок на телефоне Анны Марии. Анна Мария? Ты что тут делаешь? Ты вообще в курсе, что Роман сейчас в полиции? Его задержали за твое убийство. Как задержали, так и отпустят. А у меня самолет через два часа. И вообще, я не спала все прошлое ночью. Мне кажется, температура. Ой-ой-ой. Между прочим, я действительно едва не погибла. Просто мне повезло. Что случилось? Ты можешь нормально объяснить? Мы поссорились на берегу реки. Он был под кайфом и толкнул меня. Я упала в воду. Пришла в себя на берегу. Видимо, меня вынесло течением. Домой ночью не пошла. Просто взяла чужую одежду с веревки около ближайшего дома. Ты понимаешь, что Романа арестовали? Все думают, что ты погибла и он в этом виноват. Пусть думают. Пусть он тоже немного пострадает. А твоя мама, она вообще в курсе? Я днём заезжала домой за документами. Маму не застала. Но оставила ей записку. Ну всё, я сваливаю. Спасибо, что разбудили. Будет на память. И доказательство полиции, что ты жива. Да. Никогда не думал, что скажу это. Но девушке мне срочно нужно в полицию. Вот видишь, идёт пёс. А вот другой. Гав, гав, гав. Видишь? Гав, гав, гав. А когда папа придёт? Скоро. Мы уже долго ждём, а он всё не приходит. Твой папа тебя очень любит, поэтому обязательно придёт. Ну, может, сам попробуешь? У тебя будет маленький щеночек. Гав? Гав. Гав. Молодец. После ужина я ложусь и смотрю мультики. Добро. Хорошо. Ложись. Но мультика здесь нет. Ну, тогда... Расскажи мне сказку. Я не умею рассказывать сказки. Пожалуйста. Когда-то давно жил один мальчик. Очень похожий на тебя. Кореглазый, черноволосый. Он был очень добрым и очень смелым. И был влюблён в одну девочку. У девочки была несчастливая жизнь. Поэтому она не доверяла людям. Не верила в любовь. И не отвечала на чувства мальчика. А когда поняла, что очень ошибалась, было... поздно. Потому что мальчик уже любил только деньги. И что с этим делать? Девочка не знает. Последний раз я видела Анатолия Ивановича ещё днём. У нас в школе такой кавардак. Самого мажорного ученика арестовали по подозрению в убийстве. Анатолий Иванович поэтому так и беспокоен. Возможно, он в полиции. Вот и не отвечает. Мне всё равно как-то неспокойно. Может, в его кабинете что-то осталось. Какая-нибудь записка для меня. Может, он там оставил свой телефон. Я тогда пойму, почему он мне не перезванивает. Ключ от своего кабинета Анатолий Иванович никогда не оставляет в учительской. Ну, идёмте посмотрим. Евгений? Что вам тут нужно? Я зашёл. Проверить, всё ли нормально. Не потекают ли батареи. А где вы ключ от кабинета взяли? А он в дверях был. Я пойду, а то у меня сейчас дел много. Идите, идите. Извините, а мне уже пора домой. Дети ждут. Да, конечно, можно я тут останусь? Подожду мужа, вдруг он появится или перезвонит. Дома я с ума сойду. Конечно. До свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Если будут новости, мы сразу вам сообщим. Ма, я уже в самолёте. Прости, что так. Анна-Мария пишет, что она куда-то летит. Без меня. Не верю, это не моя дочь. Не волнуйтесь, мы всё проверим. Но сейчас вам лучше действительно пойти домой. Но почему вы не можете отследить её телефон? Невозможно сделать это мгновенно, но все необходимые следственные действия будут проведены в рамках расследования. Вы просто ничего не хотите делать. Потому что в деле имя Журавского. Вы все продажные твари. Вера, я не понимаю, почему ты до сих пор тут? Разрешите мне поговорить с Романом. Он подозреваемый, к нему никому нельзя. Но ведь вы слышали, что Анна-Мария написала своей маме. Она куда-то летит. Это точно не Роман. Это какой-то глупый розыгрыш. Телефон Анны-Марии может быть у другого человека. Тогда я буду сидеть здесь до утра. Сиди. Сиди. Алло. Алло, Степан. Я уже думал, ты пропала. Не жди меня. Спасибо тебе за помощь. На связи. Ареста, у тебя совсем крыша поехала? Что ты себе позволяешь? Я же предупреждал, не трогай мою семью. Не кричи, ребёнка разбудишь. Пойдём во двор, там поговорим. Наши отношения, это наши отношения. Но не смей сюда впутывать мою семью. Ничего плохого я твоему сыну не сделала. Но сделаю в следующий раз, если ты не остановишься. Ты о чём? Роман в полиции. Илона чуть не погибла. Я тут при чём? Не ври. Это ты постоянно хочешь подставить Романа, потому что знаешь, что он не разрешит тебе доить Илону. Ты сумасшедшая. И ещё раз откроешь рот, чтобы мне соврать по калечию. Ещё раз сделай что-то плохое журавским, прикончу. Ты уже мне не задуришь голову баснями невероятной любви. И с твоим хайпом я завязала. Сам продавай. Субтитры сделал DimaTorzok Алло. Ты где? Почему ты не отвечаешь на мои звонки? Прости, не мог раньше. Я скоро привезу Сашу домой. Даю тебе пять минут, не больше. Рома. Вера. Знаешь, за последние дни я столько всего передумала. Сначала я хотела тебя возненавидеть, потом решила, что никогда больше тебе не буду верить. А ещё много думала, что ты совсем не такой. Но всё это прошло. Как шторм проходит на море. А когда в моей голове прояснилось, я поняла, что все мои чувства к тебе, они никуда не делись. И не денутся. Я всё равно люблю тебя. Ты знаешь, в чём меня обвиняют? Знаю. Но я всё равно тебе верю. У нас очень мало времени, а мне нужно что-то очень важное тебе рассказать. Говори, я тебя слушаю. Ты не всё обо мне знаешь. Вера, это не важно, я тебе верю. И всё-таки. Моя настоящая фамилия Стопчук, это ты знаешь. И я училась в обычной школе, пока полиция не задержала моего брата с пакетом наркотиков. И этот пакет действительно дала ему эраста. Но сейчас это не важно. Чтобы спасти брата, я согласилась на предложение старшего лейтенанта Лысенко. Он перевёл меня в Виват, чтобы я за тобой шпионила. Он был уверен в том, что ты распространяешь хайп. И я должна была собирать улики против тебя. Я ничего важного так и не нашла, но полюбила тебя. И сейчас я не представляю своей жизни без тебя. Мне очень жаль, что сначала я вынуждена была тебя обманывать. То есть всё это время ты шпионила за мной и стучала старшему лейтенанту лысенко. Рома, ты не совсем так. А как? Я открыл для тебя всё. Мой дом, мою жизнь, мое сердце. А ты тайно собирала улики для полиции? Рома, ты всё не так понял. Знаешь, тебе лучше уйти. И больше никогда не подходи ко мне. Между нами всё кончено. Рома, зачем так? Я же... Иди отсюда. Рома! Пошла вон! Вера, подожди. Ну что? Когда-то я обещал тебе, что Журавский никогда не узнает о нашем сотрудничестве. И я своё слово сдержал. Зачем ты ему обо всём рассказала? Потому что нельзя любить человека, а постоянно его обманывать. Да, я люблю его. Теперь вы это знаете. Но какая разница? наше с вами сотрудничество закончилось, как и мои отношения с Романом. Старший лейтенант Лысенко? Помните меня? Конечно, помню. Святослав Гриценко, одноклассник Романа Журавского. Вы должны отпустить Романа. Он ни в чем не виноват. Вот, у меня есть доказательства, что Анна-Мария жива-здорова. Сашенька! Спит, раз будешь. Всё нормально. Пойдём домой. Нет, подожди. Это из-за тебя, да? Давай завтра поговорим. Я устал. Нет, мы поговорим сейчас. Я была у тебя на работе и нашла в твоём сейфе вот это. Ты с ума сошла? Спрячь! Во что? Ты вляпался. Оксана, не кричи. Ты хочешь, чтобы нас забрала полиция? Это наркотики, да? За эту гадость ты будешь сам отвечать. Что ты делаешь? И домой можешь, больше не приходить. Я завтра подаю на развод. Мама. Мой маленький, всё хорошо. Мы дома. Сейчас будем ложиться спать. Всё хорошо. Что случилось? Ты убегаешь? Ты знаешь, кто тут хозяин? Понятия не имею. А что? Это дом Журавского. Порубаешься? Я не раз зависал тут у него на вечеринках и толкал товар психа. А теперь должен тут накрывать столы, разносить хавчик, прислуживать. А мне пофиг. Журавского, не Журавского. Для меня это просто работа. Ну и вали отсюда. Давай, вперёд. Ну, говори. Что делать? Сегодня годовщина нашей свадьбы, поэтому это вечеринка. И вот... ты выйдешь за меня. Можешь подумать, я... сейчас ничего не говори. Я понимаю, что сам всё испортил, когда ушёл из семьи. Но я хочу всё исправить. Ты говорил, что знаешь, что случилось тогда с тормозами. Откуда? Меня нашёл работник той заправки. Он мне всё рассказал. Протрите окна. Что-то срочное. Не мог до вечера подождать? Не мог. Я соскучился. Правда? А я думала, ты опять будешь о деньгах. Ну, ты же председатель наблюдательного совета. Почему я не могу спросить тебя об оплате на школьные нужды? У тебя каждый раз один и тот же разговор про деньги. Мне это надоело. Наверное, Роман правильно говорит. Ты просто используешь меня. А ты? Разве ты меня не используешь? Кто я для тебя? Я чувствую, что влюбился в тебя по уши. Но я для тебя только ноль без палочки. Моё место в твоей жизни это секс на заправке в туалете? Потому что ты всё ещё любишь своего мужа? Да он тебя и знать не желает. Слышишь? Ты для него никто. Кроме меня, ты больше никому не нужна. Извините, сейчас, наверное, не лучшее время. Но когда вы парковались, я услышал, как трутся тормозные колодки. Так лучше не ездить. У нас тут за углом есть СТО. Там могут проверить ваши тормоза. Я подумала тогда, если со мной что-нибудь случится, то никто не будет обо мне грустить. Работник заправки сказал мне, что это ты повредила тот проклятый трос, когда мастер СТО поднял машину и пошёл за инструментами. Ещё он пытался тебя остановить, но ты его обургала и выгнала. Да, я была не в себе. Я позвонила Толе, сказала, что я сейчас попаду в аварию, чтобы он чувствовал себя виноватым. А Роман не должен узнать правды. Илона, ты нужна нашему сыну. Ты нужна мне, и ты нужна сама себе. Снова та, добрая, творческая, весёлая, беспечная Илона, которую я когда-то полюбил. А он что тут делает? Понятия не имею. Ты его знаешь? Это ты его пригласил? Да нет. Несколько раз виделись на общих тусовках. Мы даже не знакомы. Игорь Валентинович, Илона Максимовна. Прекрасная вечеринка. Игорь Валентинович, можно вас на два слова? Деловой разговор. Что-то не припоминаю, чтобы нас с вами ознакомили. По паспорту я Павел Семёнович Сых. А с детства прицепилась сокращённая П-Сых. Псих. Знаете, мне нравится, когда меня так называют. Так что у вас за дело, Павел Семёнович? Знаете, я недавно приобрёл большой пакет акций одной частной школы. Павел Семёнович, Виват. Виват. Ну, вы пока что мажоритарный инвестор, но я на втором месте. Правда круто? Поздравляю. Тогда встретимся завтра на ежегодном баскетбольном турнире. Встретимся. Это само собой. Но знаете, вы как мажоритарный инвестор захотите, чтобы я поддерживал вас в каких-то решениях, и я готов играть в вашей команде. У меня к вам одна просьба. отдайте мне Аресту Кофлер. Кого? Водителя вашей жены. Вот это раздробленное колено, и вот эта красота, это её работа. У нас с ней давняя любовь. Ваша жена фанатически защищает Аресту. Но ведь вы как бизнесмен должны поддаваться не эмоциям, а логике. И в чём логика? Что Ареста торгует хайпом. Это такой наркотик. Такие маленькие белые таблетки. Сейчас очень популярны. И у полиции есть куча улик против неё. Но вы же не хотите, чтобы имя Журавских запятнали её грязные дела. Не хочу. Ну? То есть мы договорились? Зачем я созналась? Зачем сказала правду? Я столько раз мысленно обижалась на Романа, осуждала его. Возмущалась, что он не всё мне рассказал. Думала, что он меня обманывает. Но ведь я сама совсем не белая и пушистая. Я наивно верила, что Роман простит мне мою ложь, как только я в ней сознаюсь. Но теперь между нами уже всё навсегда закончилось. Люди никогда не прощают измены, которые поражают в самое сердце. В следующей серии нарколаборатория. У кого есть круглосуточный доступ ко всем помещениям школы? Тут везде камеры наблюдения. Будет, что показать полиции. Это ты сказал психу, что я сейчас в школе. Стреляй, ты что? Продолжение следует.